Ходят слухи, упорные слухи, что Путин до этого самого, до сжимания ягодиц хочет повторить наступление на Киев, понимая, что войска уже непрофессиональные, надеясь задавить количество. Ну, мы понимаем, да, если бы мы за месяц перемололи суперпрофессиональные части, что будет с мобилизованными? Тут вопрос, главная интрига с Беларусью. Да, будут ли обстрелы Беларуси за это? Да, да, я думаю, что мы терпеть не станем в этот раз, ожидать очередной буча, очередного гастомеля, навалы этих мобилизованных и так далее, и так далее. Почему-то мне кажется, опять же, это неофициальная информация, мне так кажется, что соплей никто в этот раз разводить не будет. Ну, то есть, опять же, это неофициальная информация, мы просто её обсуждаем. Означает ли это, что Коленьке и его папе стоит обеспокоиться и о собственной судьбе, о собственной безопасности? Им следует подумать о том, как делись в идиотские авантюры. Нет, просто они будут говорить, ведь как, его папе будет говорить, это не я, это вот они, я что могу сделать, они пришли, вот идут с территории Беларуси. Тогда хорошо, возьмём выше, белорусы не понимают, точнее, белорусское руководство нынешнее, прости господи, таковым себя называющее и, увы, осуществляющее эффективный контроль над Беларусью, над государственной машиной Беларуси, не понимает одной важной вещи, что пресловутое ядерное оружие, если до него дойдёт, Путин может попытаться использовать его территорию. Например? Типа, это не Россия. А это не я, да. А да, это не я, Лукашенко говорит, это тоже не я, ну вы там разбираетесь, кто, а мы тут ни при чём. Ну как, надо же понимать, что и ответ будет по Беларусь. Ну да, конечно, конечно. И это никакими словами мы тут ни при чём, и мы отчаянно сопротивляемся по путицкой мобилизации, белорусскому народу это не нужно уже, причём ответ может быть не только украинский. Вот и подумайте, нужны ли вам войска Путина, и что с ними нужно сделать, и может их просто не пускать туда, ничего такого не применяли и не делали. Понимаете? Ну он же, возможно, пытается там то ли на Запад, то ли в Киев передать какой-то типа я-не-я. Он же всё время делал подобные пассы в сторону Киева, я имею в виду Лукашенко. А что я могу сделать? Пытался, но там неумолимая логика войны вступит. А если будет применена тактическая ядерная, то она будет такая неумолимая, что просто дальше уже некуда умолять. Не умолять, понимаете? А там уже всё пойдёт в щебень просто, перерабатываться, да, и уже будет пофиг абсолютно кому к чему и как. Я вот сильно намекаю, да что намекаю, прямо говорю, не открывайте это ящик Пандоры, вам это не надо. Да, и мы добавляем, Сашенька, Сашенька, ты можешь пострадать прямо в своей резиденции. Где окажутся яйца, где усики, ты же их не соберёшь потом вместе, поэтому не стоит этого делать. Страшные мечты про то, что мы, они сейчас побегут через Житомирскую и Волынскую область, там радостно наступать, а не только на Киев. Сразу говорю, дорогие ребята, официально сообщаю, там всё не так, как 24 февраля, там вас ждут с большим нетерпением. Кимапс, 155-метровая артиллерия, как это, отмобилизованные и очень злые войска, и добрый край традиций Па. В каждом доме помнят, как это делать. И поэтому сильно не советую, надеяться, чтобы внезапным ударом с подкрутом, там где-то что-то как-то. Напоминаю, что там сейчас вдоль границы идут наши учения. Учения национальной гвардии, пограничникам, вооружённых сил Украины и так далее, и так далее. Которые как раз отрабатывают всякие такие нехорошие сценарии. Мы готовы. Не делайте глупости. Ваше не нужно. Да, и надо сказать обязательно, что вот один раз уже на Бучу ходили. Теперь я уже обращаюсь к гражданам Российской Федерации, которых по несчастью мобилизовали. Вас обратно, как в фильме знаменитом «Разборки в Бронске», вас, вы, ребята, уже никуда не уйдёте, вас не выпустят. И я вас уверяю, что не поможет ничего и вряд ли возьмут в плен. Не рискуйте. Откажитесь. Никого в плен брать не будут. Понимаете? У нас осталась такая память, что малейшее движение в сторону Буча через белорусскую границу. Да. То есть, двигаться снова на Бучу – это худшее, что может с вами случиться в вашей незавидной судьбе. Вообще самое худшее. И вашей очень короткой жизни. Я вас уверяю, я говорю, это не просто так, масса людей с фронта ко мне, естественно, пишут и говорят, я имею в виду из числа украинских военнослужащих, и говорят, и рассказывают, как они зачищали территорию от российских войск от Бучи, и я вас уверяю, лучше не надо. Просто не делайте этого, ну, сами увидите. Никаких сантиментов не будет в этот раз. Вообще ничего. Будет тупо в ноль забивание. Даже под ноль. При малейшей попытке дернуться. Сразу, когда разрешили. Ну, во всяком случае, мы об этом сказали. Потом нельзя будет звать маму и кричать, что мы не знали. Кто не спрятался. Хорошо. Замечательно. Ну, и опять же, надо понимать, что Харьковская операция, она же может быть не только Харьковской. Если нам сильно надоест то, что творится в наших границах, ну, кто его знает. И Гомельская, и Минская. Как оно пойдет, правильно? Поэтому я этого не произносил, заметьте. Это все, Фейгин провокатор. Это все я. А мне, меня, знаешь. Я-то родом-то, мои предки-то сгомили. На секундочку. Так что я как бы, я с удовольствием вернусь, так сказать, в освобожденную территорию. А мои предки родом вот севернее Минска. Вот видишь как, значит, не чужая нам земля, не чужая, народ не чужой. Ну, хорошо. Вообще братский народ придется спасать, видимо. Придется спасать. Если так дальше будет продолжать.